Порядку. И обязательно поднимитесь, кто опять-таки способен по винтовой лестнице. Раз, два, три. Будет рекомендовать по винтовой лестнице в храм Успения Божьей Матери. Сам храм целиком и полностью высечен вот в такой скале, внутри скалы, полностью, от и до. Вот. А потом пойдете, тихонько, не торопясь, по хорошей дороге, такой же вот бетон. Наш маршрут начинается. Вот, пещерный город. Мы не пойдем, мы идем в Свято-Успенский монастырь, потому что пещерный город уже будет закрыт. Но пока вот поднимаемся в монастырь. Вот по такой дорожечке асфальтированной поднимаемся вверх. О, смотрите. А ты, Василия, а ты молодец, Паша. Мы до сих пор вспоминаем. Мы жизни не ведем. Вот, вы поднимались в колокольне, видите, цвет отличается. Темный и светлый. И вот светлая часть же, это русская часть, конечно. Это были развалины, руины монастыря. Но сейчас, как не говорят, он стал восстановаться недавно, но уже прошло почти пять лет назад. Это же действующий в Сен-Силу-100 монастырь, нахуй, благодаря окна. Монахо-черк 20-25, а монахо-послушный был трудников с его график на нахуй. Черк 50-60, бывает и больше крыльчика. Приезжает с Россией, с Украиной, с Гелоруссией, помогает его восстанавливать. Хозяйством руководит отец Силу-Ан. Вот темная крыша с дамой, ну, нибесло порядок, режим, пять часов подъем, все это потихонечку восстанавливается. И сегодня желающие мужчины, кто хочет, можно остаться. Но что вы начнете это делать? Но женщине помогают там, при там, не так, что место всем хватит. А так, для этого, жертвы, ну, опять же, ну, ну, стой. Так, но женщине не помогают. И вот есть местная легенда про сам монастырь, что пасух Михаил пас в ущелье после Боовец, и на скале он вывел икону Божьей Матери. Вот я ее вижу сейчас. Об этом сообщает местном начальстве в этой иконе. Ее спустили с почтями со скалы. Ее спустили в дом к местности этого провидели. Через день двойку, у нас снова она скале появилась. Ее снова снимают, у нас снова появляется. Так было много раз, пока в Липовне, что место святое, был Иисус устроен сам монастырь. И монасты так говорят, что на скале только появился лифт Божьей Матери. Вот она, вот смотрите меня на камеру, вот она она, смотрите. Вот, вот, смотрите, вот. Вот видите, вот. Вот там, вот прямо, да, вот, вот, вот прямо. Вот смотрите, вот скала. Темные. Нет, вот смотрите, вот я пальцем нажимаю, раз. Светлая, округлая. Вот, вот видите, вот она она. Вот, вот, да, Богородица. Все будет для меня сегодня. Вот, может подождать. Все заросшее, вы сами же его плохо видите. Вот сюда подойдет. Вот видно окошко, лестнице, переходы, это кельи, кельи, жилища монахов. Ну, а там же. Куда в келью мы вас, конечно, не водим, мне там там, где бы не надо. Храм поднимите сейчас. А в келью ходим. Куда там стена, курино? Это кельи монахов. Ну, а через дорогу, как сказал экскурсовод, это хозяйство монастыря. Вот это хозяйство монастыря. Вот это Спинский монастырь. Вот это очень интересные такие, как они прямо называются, штуковины, где находятся у нас монастыри. Не знаете, как они правильно называются? Здесь будут ругаться. Тут все ругаются за съемку. Вот видите? Это как герб. Вот Афонский монастырь. Вот это какой монастырь? Ключевский монастырь. Успенский, женский монастырь Илешова. Поднялась. Вот туда надо еще подняться. Вот только часть. А вот смотрите, как интересна изба. А сверху вместо крыши камень. Вот. О, там курочки бегают. Да ладно. Да ладно. А куда больше там не можно? Да ладно. Сюда можно подниматься Прихожанам Поставить свечи за здравие Посмотрите, какой вид открывается Все выше и выше поднимаемся Обалдеть Смотрите, какие потолки Я поднялась наверх Поставлю свечу Одну Чтобы был мир во всем мире Служба идет Субтитры создавал DimaTorzok Подойдем сейчас поближе Я покажу вам Богородицу На скале Вот отсюда, наверное, ее будет видно хорошо Или еще подойти Вот смотрите, друзья Уважаемые мои зрители Вот она Вот она Видите? Сейчас надо ближе чуть-чуть подойти Вот здесь Умываются И пьют Источник Люди набирают Водичку Я умылась Несколько групп подъехало Сегодня у нас суббота Видите, сколько людей Вот отсюда, наверное, будет очень хорошо видно Попробую увеличить Вот с левой стороны Две ступеньки Я не знаю, как они правильно называются Вот Каждая вот эта картиночка Вот эта вот Это Монастырь Где расположено во всем мире Тут и Болгария И Сербия И Московский И Питерский И Новоафонский А сейчас я попробую ближе Показать вам Богородицу Вот А, нет Ее отсюда не видно Вот Отсюда, наверное, видно Так Вот она Вот видите, как хорошо видно Вверху Но если я еще Чуть-чуть увеличу Мне кажется, ее не будет видно Она будет вообще расплываться Вот она Вот она Вот Богородица Ну а я спускаюсь Потихонечку Рядышком пекарня Какая-то сдоба Сейчас подойду Посмотрю, что продает Что осталось Мы уже Часов пять, наверное Что тут есть вкусненького Трубочки только Чай, кофе Трубочки Узвар Маршрут наш Закончился Вот до этой стены Это все хозяйство Монастыря Успенского А дальше начинается Новый маршрут И новая экскурсия Вот идут Оттуда люди Ну там еще Часика полтора Пещерный город Наша экскурсия заканчивается Вот таким забором Огородились Пасека Ванька А наверху Так красиво Такие коробки холеные Я понимаю Когда зары спускаются Когда по камням Это уже дело сложно Идем в пещерный город Нет Идем до подножия города До подножия И на фоне скал Будет видно крепость Так, уважаемый Больше жизни А то Степану скажет Кузьми, опять ты Время не укладываешься Ты, видишь, злой лежной будешь Отошли мы на третьей стены И вот встали Чуть-чуть Поднялись в гору Встали и видим Весь пещерный город Вот сейчас схему города Новый маршрут Вот видите Так Девочки, у нас центр Вот так вот так Давайте вы На окраине Римской империи Вот сюда Вот так смотрим Сюда Вместе Туристов много Что я вам дал Вот видите Вот сама крепость наверху Вот схема города Это пастбище А это жилая часть города Вот видно два здания Туда мы ползем Где-то минут 30-40 И там отдыхаем на лавочках О, не сегодня, конечно Можно посмотреть Кенасы, храмы, караимские молитвенные Это вот, которые видны Вот эти два домика Какой век? Ну, основание крепости Пятый и шестой век Нашей эры Здесь первые жили Аланы Предки современных Осетин, Аланский город И вот у меня были школьники Из Хинвали С Южной Осетии В прошлом году Вот на все это мы ходим Где-то часа почти 4 А мы там почти за 2 часа 2-2,5 часа Как ураган Они пронеслись И каждый при спуске Взял по камню Ну вот по такому Ну вот Булыжники Каждый взял по камню А зачем? Один-два Ну, дайте же сказать Я говорю А зачем два камня? Как зачем? Домбратами тоже нужен камень Когда они дома строят там Дом у себя Ну, предки и жили Это гнездо То есть В фундамент Нужно вложить такое камень А, традиция Значит, Аланский город Город был захвачен Золотоордынцами Они протащили тарана Осадное орудие И вот там башенка Вот стена крепостная Там пробили брешь В стене крепостной И вот название крепости Аланско забыто Есть такое тюркское название Вот здесь сложное слово Мелким курсилом Кыркор Кыркьер Ну, похоже на Кыркоров Чтоб запомнить Школьники из Москвы Что за Кыркоров Кыркор Кырк это 40 40 ворот 40 постов Такой сложный перевод А название последнее Чуфут Кале Вот приедете вы домой Сейчас, секундочку Ну, не были Ну, какая крепость? Ну, ханский дворец Монастырь Чуфут Кале Кале слово известно Пады Кале Во Франции Кале Кале это крепость Либо город А Чуфут еврей Еврейско-удейский город Там жили последние караимы У них течение ветра иудаизма Их называли евреями Люди город покинули Два века назад 200 лет Это музейный комплекс И когда люди уходили Дома разбирали Было выгоднее дешевле Дом разобрать Ищут другие ворота восточные Ну, внести камень вниз Ну, вы такие лошадководцы Такие более выносливые Стал уже мертвым городом Ни электричества, ни воды Ничего нет Конечно нет Вода была, но ушла Почему люди тоже ушли Вот Недаром один мужчина На прошлый день